Ну что, друзья, всем доброго дня. Согласно, в общем-то, нашему голосованию, когда я снимал про китайские моторы, это дно, вот у меня есть видео, вот здесь вот ссылочка, можете перейти и посмотреть. Огромное количество проголосовало про моторы джили. Ну, они с черри примерно одинаково, там, по голосованию, но я решил первое снять все-таки по моторам джили, потому что марка достаточно интересная. Сегодня разберем от и до, что это за моторы, какая у них надежность, имеют ли они какое-то отношение к моторам Вольво, там, и так далее. Такой информации в интернете и на Ютубе просто нет. Я разобрал эти моторы от и до, и мне есть, что вам, друзья, рассказать. Погнали! В самом начале, друзья, хочу вас попросить, чтобы вы также поддержали это видео лайком, чтобы я понял, интересно ли вам это видео, интересен ли вам такой формат или нет. Также напишите в комментариях, про какие моторы мне писать следующее видео. Ну, напишите, там, плюс черри, плюс хавал, плюс чанган, там, и так далее. То есть, какие моторы вам интересны, пишите обязательно в комментариях. Хочу начать вот с чего. Почему-то у нас многие уверены, что на марку джили у нас устанавливаются во львовские моторы, что это прям вот во львовские технологии, и все, капец, это вот прям надежные кондовые моторы. Смотрите, компания джили купила марку Вольво еще в 2010 году, а современные моторы, которые у нас устанавливаются там на Кулрей, на Атлас, на Тугела, на Манжаро, они были разработаны в 2016, 2017, 2018 год. То есть, прошло 6-7 лет. У Вольво банально не было таких моторов. У Вольво были старые, действительно, кондовые моторы, которые имели цепной привод ГРМ, нормальные выпускные коллектора металлические, а вот таких моторов, это вот сейчас у них действительно очень интересные моторы, их просто банально не было. Лично я думаю, что получилось так, компания джили купила инженеров, кстати, когда они покупали компанию Вольво, там работало 20 тысяч человек, а после покупки оставили всего 4 тысячи человек и оставили очень большой инженерный корпус. Так вот, они купили инженеров, и эти инженеры вместе с инженерами от джили создали другие моторы. Это не вольвовские моторы, это моторы джиливские с применением технологии Вольво. Также не нужно забывать, что у них есть технологии от Тойоты, от Митсубиши, то есть это свои такие моторы. И они сейчас делают очень и очень грамотно. Смотрите, для марки джили, они называются там, ну, моторы джили, JLH у них идут, а для Вольво, по сути, это такие же моторы, практически один в один, но они называются Вольво. То есть мотор один, но для джили он джили, для Вольво он Вольво. Вот и все, эти моторы больше джили, чем Вольво. Вступительную часть закончили, и начинаем в первую очередь мы, ну, по старшинству, давайте начнем с моторов джили Кулрей и джили АТО. Собственно, там используется один трехцилиндровый мотор, называется он у нас джили JLH 3G15TD. Разработан он в 2017 году, первый раз его в Китае, по-моему, показали, с 2018 он уже начал устанавливаться серийно. Причем его используют такие марки, как Proton на своих автомобилях, его используют автомобили Link & Go, также он используется у марки Вольво. Правда, у Вольво он у нас называется B3 154T. Это у нас полтора литровый мотор, мощность у него у джили 150 лошадиных сил в России, у Вольво там 156 лошадиных сил. Но вообще есть различные вариации от 156 до 180 лошадиных сил. Но 180-сильный сейчас мотор практически сняли. Почему? Да просто проблема была такая, что когда мы надуваем его до 180 лошадиных сил, у него банально рвало шатун третьего цилиндра. Рвало и разбивало двигатель в слюни, короче. Поэтому опытным путем вывели, что где-то там 150-160, ну может быть даже 170 я допускаю лошадиных сил. Это для него предел. Вот на 150 лошадиных сил он будет работать нормально. Если брать по строению, мотор у нас действительно очень интересный. Вот я снял защитный кожух и самое первое, что мне бросилось в глаза, это у него металлическая клапанная крышка. Обычно сейчас используют пластиковые крышки, они прям везде, это их там в 90%, здесь же стоит у нас металл. Это однозначно хорошо. Почему? Потому что вас ее не перекособочит от температуры, как пластиковые крышки может кособочить. Вот знаешь, что многие пластиковые крышки могут течь уже там 80-100 тысяч, какие-то по 150 ходят. Но однозначно ее кособочит, ее нужно менять. С металлом такое не произойдет. Здесь стоит у нас два фазовращателя. Они стоят с ременным приводом. Стоят два фазика. Также видим регуляторы давления системы VVTI, которые подают на них масло, благодаря чему они регулируются. Эта система у нас, ну, скажем так, проверенная годами, она работает достаточно хорошо. Ну, кроме ременного привода, про это сейчас чуть ниже поговорим. Два вала идут у нас не пустые. Вот на многих сейчас автомобилях современных ставят распределительные валы, они идут у нас полые. Здесь идет у нас литой вал. Оба вала литые. Я дилеру задал вопрос, из чего они, из чугуна или из стали. Он говорит, что там высокая какая-то прочная сталь. То есть они не полые. Это однозначно хорошо. Значит, они будут ходить банально дольше. Что еще по системе ГРМ? Что здесь стоят у нас гидрокомпенсаторы. Они стоят у нас через коромысло. И эта система достаточно надежная. Как заверяет производитель, что ресурс этого двигателя 250 тысяч километров. Гидрокомпенсаторы, скорее всего, прекрасно пройдут эти 250 тысяч. И эта система, ну скажем так, проверенная годами. То есть здесь проверенное реально решение. А вот дальше идет уже, друзья, интересное. Честно, я первый раз такое вижу. Здесь у нас непосредственный впрыск топлива. То есть у нас сверху стоят катушки зажигания. И также стоят рядом у нас непосредственный впрыск топлива. И он стоит вертикально, как катушки зажигания. И это удивительно. Обычно стоят не сверху. Они стоят где-то сбоку в блоке двигателя. Это хорошо и плохо. Когда непосредственный впрыск топлива. Да, мы экономим топливо. Больше мощность. Лучше там эластичность двигателя. Но эти форсунки у нас засираются. Также у нас засираются клапана. Если читать сейчас по отзывам, уже в 60-80 тысяч километров на Кулрейх начинают плавать обороты из-за того, что форсунки и клапана у нас засираются. То есть нужна будет чистка. Это не проблема именно этого двигателя. Это проблема всех двигателей с вот таким вот непосредственным впрыском топлива. Еще одна новая тенденция идет. И она также используется в моторах Джили. И она мне реально не нравится. То, что выпускной коллектор, вот эти каналы, они у нас залиты в головки блока. Вот у Джили сделано именно так. То есть идет головка, внутри идут вот эти каналы, дальше идет у нас турбина. И от турбины просто подходит труба от глушителя. Во-первых, это большая температура просто от вот этих каналов. Потому что сам выпускной коллектор мог раскаляться там капец как. То есть здесь будет разогреваться головка, нужно хорошее охлаждение. Также, если вы начинаете чиповать свой двигатель, да, раздувать его со 150 до 170 до 180 лошадиных сил. На многих турбированных моторах этот коллектор банально трескался. Там появлялись трещины. Сейчас у вас будет трескаться головка. Понимаете, о чем я говорю? Головки этой, она капец какая здесь сложная. То есть здесь и выпускной коллектор. Здесь и стоят и катушки зажигания. Здесь гидрокомпенсаторы стоят. И плюс еще непосредственно впрыск топлива тоже в головке идет. Головка здесь капец какая дорогая. Поэтому обязательно следим за ремнем ГРМ. Обязательно. Сам производитель заверяет, что его нужно менять раз 120 тысяч километров. Я думаю, нужно делать это раньше. Раз там 80-100 тысяч километров. Иначе обрыв и клапана могут повредить у вас головку. А если вы повредите головку, ну сами посчитайте, насколько бабла вы попадете. Потому что здесь она очень сложная. Катализатор, он находится достаточно далеко, скажем так, от самой головки. Соответственно, катализатор здесь будет ходить намного дольше. Что касается блока двигателя. Он у нас открытый, с открытой рубашкой охлаждения. Когда у нас как бы цилиндры, они идут отдельно. И блок отдельный, между ними вот так вот плавает, скажем так, антифри. Идут стальные гильзы, которые запрессованы в алюминий. Это не очень надежная конструкция. Точнее, самая ненадежная из алюминиевых блоков. Про блоки вот здесь вот опять же видео. Перейдите и посмотрите. Как я считаю, что с турбиной его ресурс, ну реально, где-то, ну, 1250, как заявляет производитель, не больше. Почему? Да потому что вот эти вот, скажем так, гильзы, их со временем раздует. То есть они станут таким вот эллипсом. Это происходит из-за того, что двигатель достаточно сильно, скажем так, форсирован. Он трехцилиндровый, с него снимает достаточно много мощности. Если бы он не был с турбиной, конечно же, он бы, наверное, никуда не ехал, но он бы ходил намного дольше. Здесь же его турбина по-любому раздует, там, к 200, к 250 тысячам километров. Также здесь стоят масляные форсунки охлаждения поршней, друзья. То есть которые в дно поршня у нас ссут. Соответственно, не будет никаких задиров, все свои 250 тысяч, он прекрасно пройдет. Но из-за того, что стоят маслофорсунки, они под высоким давлением подают масло в поршень, соответственно, у нас будет небольшой расход масла. И это нормально, это на всех двигателях, вот с маслофорсунками так. Ну, то есть где-то пол-литра, может быть, на 10 тысяч. Как видите, информация очень полезная. Такой информации банально нигде нет. Если вы поройтесь в интернете, посмотрите какие-то бредовые каналы на ютубе, такой структурированной информации нет, друзья. Так что ставим лайкос. Ну и многие пишут про вибрацию, да. Якобы три цилиндра, там будет вибрация, что-то там такое, сякое, которое ощущается чуть ли не на весь кузов. Смотрите, вибрации не будет. Почему? Потому что здесь у нас стоит робот. И вот я на нем катался, я вообще не заметил никакой вибрации. У робота стоит двухмассовый маховик, который скрадывает все эти вибрации. Именно поэтому на CoolRay прописан робот, а не АКПП. Если бы вы поставили АКПП, у нее нет двухмассового маховика, соответственно, вибрации бы ощущалось намного больше. Ну и мои рекомендации по этому мотору. Обязательно меняем ремень ГРМ, раз хотя бы там 80-100 тысяч километров. Помним про очень сложную и дорогую головку. Чистим топливные форсунки раз 60-80 тысяч. Не ждем, пока у вас начнут плавать обороты. Также чистим туда же клапана. Ну и не стоит его чиповать, друзья. Он и так работает на пределе. Не стоит из него вытягивать там из 150 лошадиных сил 180 лошадиных сил. Он у вас банально развалится. Едем дальше и поговорим про двигатели Gili Tugelo и Gili Manjaro. Здесь устанавливается безальтернативный двухлитровый двигатель на 238 лошадиных сил. Называется он у нас GLH 4G20TDB. Этот двигатель разработан в 2018-х, где-то вот так вот в годах. Многие его называют, опять же таки, клоном Volvo двигателя B4204T23. Этот двигатель был разработан немного раньше, в 2016-х годах. Но, опять же, вспоминаем вот эту канитель Gili Volvo и что Gili поглотили Volvo в 2010-х годах. Что мне сразу бросилось в глаза, что здесь нет масляного щупа. А уровень масла у нас проверяется по датчикам, которые находятся на приборной панели. Для нашего простого обывателя, ну, как бы это не совсем удобно, потому что, ну, вытащил щуп, посмотрел и более спокойный. Многие электроники банально не доверяют. Этот двигатель у нас входит в семейство GLH. По сути, он имеет очень много общего с двигателем от Coolray и от Atlas. То есть, только там три цилиндра, здесь четыре цилиндра. У них одинаковый диаметр цилиндра 82 мм, а ход поршня 93,2 мм. А это, соответственно, значит, что здесь все то же самое, друзья. Ну, то есть, алюминиевая головка блока, алюминиевая крышка блока, ну, это, опять же, хорошо, как я говорил, она не деформируется, там, 100-120 тысяч километров. Два гидрофазовращателя с ременным приводом, ну, это, опять же-таки, относительно проверенное решение. Также стоят у нас, опять же-таки, те же самые стальные валы. Ну, и теперь, внимание, друзья, да, вот все эксперты вот такие вот, которые у нас там видосы выкладывают, на сайты выкладывают, да, пишут, что здесь есть гидрокомпенсаторы. А вот ни хрена, друзья, здесь нет гидрокомпенсаторов. Я сам лично два раза брал Вины, подходил к дилеру, смотрел, там нету гидрокомпенсаторов. Там стоят обычные толкатели клапанов, то есть вот эти стаканчики, которые одеваются сверху. Итак, Джили, приезжаю уже второй раз, вот у нас Тугелла, вот ее вин, сейчас будем пробивать двигатель. Головка блока, а вот видно Джили H4G20TDB, вот можно ее раскрыть, вот видно, что здесь идут каналы подтолкателей, никаких гидрокомпенсаторов здесь нет. Так, а если вернуться и посмотреть, система двигателя. Так, где у нас там толкатели-то? Поршни-то. Не-не, не поршни. Да. Вот он. То есть вот идет толкатель, вот еще раз показываю толкатель, клапан. И здесь нигде про гидрокомпенсаторы не идет. В Coolray они есть, а у Джили Тугелла и у Джили Манжаро, типа вот таких вот крутых тачек, там гидрокомпенсаторов нет. С одной стороны, это может быть даже и хорошо, потому что чем проще конструкция, тем она как бы надежнее. Но ближе к 120-150 тысячам по-любому появится выработка, и вам нужно будет регулировать эти клапана, друзья, в обязательном порядке. То есть нужно будет подбирать вот эти вот новые стаканчики. Вот такой реальной информации в интернете нету. Вам никто не расскажет, что здесь стоят толкатели, а не гидрокомпенсаторы. Ну, опять же, те же форсунки, непосредственный впрыск топлива, также стоят сверху, как у Джили Кул Рэй и у Джили Атласа. Опять же, это и хорошо, и плохо. Опять же, все собрано у нас в головке. Эти форсунки могут у нас засираться в те же 60-80 тысяч километров, могут плавать обороты. Поэтому чистка клапанов и форсунок, скорее всего, обязательно. Опять же, в голове у нас идет выпускной коллектор. Все то же самое, как у Кул Рэя и у Атласа. То есть эти каналы находятся у нас в голове. Опять же, за ними стоит турбина, и дальше просто труба от глушителя подходит. То есть здесь о катализаторе, скорее всего, беспокоиться не стоит. Но, опять же, все собрано у нас в голове. То есть катушки зажигания, форсунки топливные, непосредственный впрыск топлива. Опять же, здесь находится коллектор, залитый в голову. И ремень обязательно менять 80-100 тысяч километров. Иначе, если его обрывает, то же самое, как на Кул Рэя и на Атласе, вы попадаете на просто глобальные деньги. Единственное, что здесь идет удешевление, не стоит гидрокомпенсатор, стоят обычные толкачки. Опять же, друзья, все то же самое. Блок алюминиевый открытый, залиты тонкостенные гильзы. Опять же, ресурс этого блока, ну, 250 тысяч, ну, дай бог. Почему? Потому что здесь хоть и 4 цилиндра, но, опять же, турбину надувает его достаточно хорошо. То есть, они ближе к 200-250 тысячам. Опять у нас становится вот в такой вот овал. То есть, не круг, а овал, и у вас начнется большой расход масла. То есть, масложор конкретный начнется. Здесь стоят у нас масло-форсунки охлаждения поршней. То есть, опять же, о задирах мы забываем. Свои 250 тысяч он проходит без каких-либо проблем. Но, опять же, будет расход масла. Из-за того, что, ну, блин, банально стоят форсунки охлаждения поршней. То есть, поршень, вот так масло-форсунка подает большое давление на высоких оборотах. И поршень у нас не успевает снимать все масло со стенок. Ну, то есть, где-то пол-литра, может быть, даже до литра на 10 тысяч километров. Это нормальный расход масла для такой конструкции двигателя. То есть, это не проблема Джили, там, Вольво и так далее. Это просто конструкция двигателя с масло-форсункой. Опять же, я вам чиповать его не рекомендую. Он и так нормально едет. Джили Тугелла, например, она выезжает из 7 секунд. Куда уж больше чиповать? Вы просто поймите, что этот двигатель, опять же, работает на пределе. Если вы его будете чиповать, то это прям конкретно снижает его ресурс. Ну, и последний двигатель, про который меня просили, это моторы от Джили М-Гранд ЕЦ7. Это предыдущее третье поколение. А также от Джили М-Гранд 7U. Это вот тот, который сейчас производится в Беларуси. Четвертое поколение Джили М-Гранд. По сути, там стоит один и тот же мотор, который в четвертом поколении немного прибавил мощность. По сути, это один и тот же мотор остался. Называется он у нас GLY 4G15. Это вот на старом М-Гранд стоял. У него мощность была от 103 до 106 лошадиных сил. На новом сейчас он называется GLY 4G15B. Ну, там чуть-чуть модернизированный. У него там стандарт, по-моему, евро вырос. Там евро 4 или евро 5. И мощность у него немного подросла до 114 лошадиных сил. Но, по сути, это один и тот же старый мотор. И этот мотор у нас основан на технологиях от Mitsubishi, а также на технологиях от Toyota. Если идти сверху вниз, опять же, мы видим у него металлическую клапанную крышку. Мы видим у него два распредвала, два фазовращателя. Вот эта технология применена от Toyota. Здесь она называется DVVT. Здесь стоит у нас обычная металлическая цепь. Это, да, однозначно хорошо. То есть он проходит весь ресурс этого двигателя. Также нету гидрокомпенсаторов. Здесь стоят обычные толкатели, как же на той же самой Тугеле и Манджаре. Используется распределенный впрыск топлива. Не непосредственный, который в блок или в головку идет, а распределенный, который стоит у нас на впуске, то есть в коллекторе. Это однозначно плюс, потому что форсунки не будут зарастать и клапана никакими там нагарами, ничего такое. То есть они там и 250, и 300 тысяч будут ходить. Да, может быть мощность у нас не такая, но здесь все сделано, скажем так, чтобы мотор ходил у нас дольше без каких-либо проблем. Также используется открытый алюминиевый блок двигателя с чугунными гильзами. Здесь нету никаких маслофорсунок. Здесь есть такие небольшие рисочки на шатунах, которые кидают у нас от коленвала масло вверх. И это достаточно для охлаждения поршней. На таких малообъемных моторах это нормально. И причем нужно учитывать, что здесь у нас чугунные гильзы, они у нас толстостенные. То есть они не такие тоненькие, как на Атласах, на Кулреях, на Тугеле, на Манжаре. Здесь гильзы намного толще. Диаметр цилиндра здесь 77,8 миллиметра всего. А вот для примера у Тугела и у Кулрея там 82 миллиметра. То есть у Кулрея там стенка намного тоньше. Производитель заверяет, у него ресурс 350 тысяч километров. Я склонен в это верить, потому что мотор действительно старый, кондовый. Хоть даже нет у него маслофорсунок. Ну, по крайней мере, из той информации, которую я нашел, здесь нет маслофорсунок. Но все старые технологии и свои 350 тысяч он однозначно отходит. То есть можно брать, вообще не бояться. Собственно, друзья, на этом все. Как видите, очень подробное видео про двигатели во всех технических, как говорится, деталях. Таких видео действительно в интернете нет. То есть вы не найдете нигде ни текстовое описание, и не найдете нигде видео описание, то, которое я вам дал. Так что ставим лайкос и обязательно пишем в комментариях, какой двигатель мне также подробно разобрать. Ну, там плюс за Chery, плюс за Chang'an, плюс за Havel и так далее и тому подобное. На этом, друзья, все. Я жду вашей поддержки в виде лайков. Всем пока.